Сегодня глава Чувашии провел рабочее совещание с руководителями муниципалитетов республики. В режиме видеоконференции обсудили, как проверить соответствие товаров, работ, услуг требованиям муниципальных контрактов. Продукты питания в образовательные учреждения поставляются в рамках муниципальных контрактов. Излишне говорить, что они должны соответствовать всем санитарным нормам. Еще одно условие – при проведении торгов покупатель обязан отдать предпочтение с наименьшей стоимостью. Однако дешевле отдают, как известно, либо некачественную продукцию, либо несоответствующую ГОСТу. Например, под видом масла сливочного предлагают спред. В этой связи мы рекомендуем привлекать для приемки этих товаров независимых экспертов для подтверждения качества поставляемой продукции и соответствия ее государственному или муниципальному контракту. В качестве одного из основных направлений здесь предлагаем привлекать в том числе в части контроля за соответствием мясной продукции. Таким экспертом может выступать представители ветеринарии. Министр экономического развития рекомендовал главам муниципалитетов организации, которые могут проводить экспертную оценку. Кроме того, важным остается и контроль с заведением строительства. При Совете подвестиционной политики будут создаваться экспертные и рабочие группы по общественному контролю за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, туризма, физической культуры и спорта, которые получили государственную поддержку свыше 100 миллионов рублей. Первая экспертная группа, которая будет контролировать строительство индустриального парка, уже создана. Главы районов и городов республики готовы работать по таким правилам. Работать в этом плане, я думаю, лишним не будет, для того, чтобы усилить контроль за качеством, прежде всего, поставленных продуктов питания. Ну и экспертные советы, которые рекомендованы на объект строительства, я думаю, это очень важно, и мы их тоже будем создавать. Мы уже работаем сразу же с ветслужбой, даже без всяких соглашений, хотя заключили сейчас, формализовали. У нас проблем никаких не было, ветслужба нам всегда помогала, если необходимость какая-то была, что-то детализировать, какие-то дополнительные проверки, мы совместными усилиями это дело проводили. Закон о контрактной системе вступает в силу с 1 января 2014 года. Для того, чтобы он заработал в полной мере, создавать экспертные комиссии надо уже сейчас. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Спасибо.